Вы знаете, что в соответствии с поручением президента создана специальная рабочая группа, ее возглавляет Сергей Борисович Иванов. Ответственным секретарем этой группы является советник президента Толстой Владимир Ильич. Министерство на уровне первого зама в этой рабочей группе представлено. Там большое количество экспертов и выдающихся деятелей нашей культуры. Эта рабочая группа готовит то блюдо, то консолидированное мнение, которое будет представлено президенту в качестве предложений по основам государственной культурной политики в России. Министерство культуры, будучи органом исполнительной власти, но в то же время соучастником этого процесса, свои рабочие предложения в этот документ направила. Они в настоящее время примерно процентов на 50 с небольшим учтены полностью. Работа продолжается. У нас хорошее тесное взаимодействие со всеми членами рабочей группы. Наши предложения носят достаточно конкретный характер. Это связано просто с тем, что это необтекаемый политический документ, а на самом деле в прессу попала рабочая межведомственная переписка. Писали там не так, как принято писать бюрократическим языком, так что сложно понять без двух юридических образований. Писали то, что мы имеем в виду. Считаем, что это правильно. Но на самом деле я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Мы только что вместе с глубоко уважаемыми коллегами приехали с первого объединённого заседания новых экспертных советов по распределению грантов Министерства культуры. Эти эксперты существуют у нас довольно давно. Они выдавали гранты молодым режиссёрам, сценаристам, режиссёрам, драматургам, театрам и представителям современного искусства от имени федерации. Это были так называемые федеральные гранты поддержки. Работа этих экспертных советов оценивалась по-разному. Поэтому мы провели неделю назад коренную реорганизацию данных экспертных советов. Их состав значительно обновлён. Я с огромным удовольствием и благодарностью хотел бы вам представить руководителя этих экспертных советов. Алексей Николаевич Варламов, известный писатель, возглавит совет по драматургии. Борис Николаевич Любимов, экспертный совет, ректор Щепки, экспертный совет по режиссуре. В экспертном совете по современному искусству там формальным руководителем является чиновник, поэтому мы не стали, чтобы не слишком много было чиновников за одним столом, оставили курирующего замминистра работательной. Я представляю нашу позицию теоретическую, которая сформирована в предложениях министерства. Я пытаюсь вам их пояснить. Главный документ читать от начала и до конца. И я представляю вам новые экспертные общественные советы, которые и будут призваны реализовывать эту политику. Её будут реализовывать не чиновник, не цензор, не бюрократ. Её будут реализовывать деятели культуры, которых мы вместе здесь собрали. Мы определили формат работы. Чтобы пресечь всякие разговоры о нелюбви и излишней консервативности, ортодоксальности министерства, могу вам сказать, что принято решение о двукратном увеличении грантов молодым режиссёрам, театрам, драматургам и двукратном увеличении грантов лучшим представителям современного искусства. Вопрос только в том, чтобы отбор этих проектов, отбор произведений был произведён, сделан с максимальной тщательностью и с максимальным профессионализмом. Чиновники участвовать в этом процессе не будут. Весь отбор мы поручаем деятелям культуры. За нами будут лишь финальные утверждения и финальные платежи. Кроме этого, было высказано целый ряд новых мнений. Например, ввести специальные гранты для авторов пьес, которые ещё не договорились с театрами. Но пьесы замечательные, талантливые. В этом случае министерство поддержит финансово молодых драматургов и потом будет театрам выдавать уже фиксированный грант на постановку этой пьесы. То есть мы распахнём окно для новых имён, для талантов на большую сцену. Тут надо будет определить механизм, чтобы на нас не свалились тысячи произведений. Как это сделать лучше? Это, опять же, вопрос к профессионалам. Но такую четвёртую категорию поддержки мы тоже готовы будем со следующего, может быть, даже и с этого года, если получится, ввести.